Добрый вечер, приветствую всех на Wall Street Online и подходит к концу декабрьский контракт. Сегодня рассмотрим основные уровни глобальные, которые пригодятся нам на мартовском контракте. Впереди праздники, мы еще встретимся на следующей неделе, будут итоги по трейдерейтинг и некоторые инструменты мы более детально рассмотрим. По новостям, которые ключевые, если не ошибаюсь, сегодня по Сирии завершилась операция уничтожением главного террориста, которого искали. По процентным ставкам банковским США 16 декабря решение про процентные ставки. То есть, непосредственно в среду еще будут отчеты по США, это Фомка и процентные ставки. Если будут какие-то изменения, вполне ожидается первое движение, первые импульсы в новом контракте. И советую не пропустить. И в среду, в четверг будет Jobless Claims, могут второй импульс еще добавить. Вся неделя на Штатах, в принципе, кроме понедельника, будет достаточно такая волнительная. Поэтому в среду, в четверг будет решаться судьба мартовского контракта. Мы уже видим, на S&P сбрасывают декабрьский, уже начали поступать объемы на мартовский контракт на фьючерсах, которые по 3 месяца. И сегодня мы это рассмотрим. По новостям и событиям на следующей неделе, еще из интересного, ну, кроме Штатов, в принципе, индекс делового углимата Германии в четверг. Те, кто торгует европейские индексы. И, в принципе, все. По Русгидро на следующей неделе отчитываются, это по компаниям. Так, ну, начнем с S&P, не будем тратить время. Итоги рейтинга за весь контракт будут уже на следующей неделе. У нас будет достаточно такой... Открытый вебинар в понедельник. На 19.00, как раз вступительный вебинар перед предстоящим курсом торговая стратегия. Еще можно записаться, поэтому в понедельник приходите в интересную тему. Будем рассматривать контрольные уровни. Какие есть и как они важны. Итак, ядро декабрьского контракта. Здесь уже без изменений он точно никак не сможет измениться. Времени осталось мало, поэтому можно фиксировать 20.55, 20.96. Это ключевой уровень, который наиболее дольше и объемнее проторговали эти цены. Поэтому на мартовском контракте будем отталкиваться относительно этого коридора. Смогут на S&P толкнуть выше от их цен, либо нет. Будет сигнализировать о слабости байеров и предпосылкам на нисходящую тенденцию. Еще немаловажный уровень, который как раз вот-вот это 2019-2028. Мартовский контракт торгуется по цене ниже этого уровня. Сегодня посмотрим, где сформируют первые объемы, которые в новом контракте уже с понедельника, я думаю, будут формировать этот уровень. Потому что сегодня начали... Видите, ликвидность какая слабенькая. Вчера уже поменьше было, но еще более-менее. Сегодня мартовский контракт уже начали забрасывать сделками. Сделками 2000 и тут и 1981 можно захватить. Второго ранга поддержка. В принципе, могут, конечно, там попробовать остановить снижение, набрать платформу как раз между 1981-2028. И в среду, когда будет решение по процентной ставке и заседание Федеральной земной системы, вдруг Елен скажет, что программа печатания долларов продолжается и никто процентную ставку повышать не будет. В принципе, фондовый рынок может дальше продолжать тарить кэшем. Либо в боковике тогда останемся, будет продолжаться этот рост. Если же все-таки какие-то изменения будут, либо нас удивят каким-то неожиданными новостями от Федеральной земной системы, тогда уже будем смотреть по результатам. В следующую пятницу как раз это и обсудим. Еще немаловажный уровень. Здесь был реверс на декабрьском контракте. Такой достаточно важный диапазон. 19.85 и 19.10. Нижняя граница. Последние полторы сессии на 18.74 был S&P. Вот такими этапами была загрузка на декабрьском. И сложновато было уже байерам толкать выше 21.00. Здесь хорошо просматривается между 20.80 и 20.96. Здесь 4 сессии сильное сопротивление было. Затем неоднократно при подходе к 21.00 формировали сопротивление. Ну и объемы, которые были на этих сессиях. Уже поставили окончательную точку с уровнем 21.00. И снижение, которое мы видим, это не Армагеддон. То есть это нормальное, естественное сбрасывание контракта фьючерса перед экспирацией. И массовая ликвидность, закрытие покупок вызывает поток шортов. И это нормально. Самое главное, чтобы в мартовском контракте, те, кто планирует дальше работать на байт, нужна платформа. Чтобы в новом контракте сформировали платформу и под процентные ставки. И фомку, в принципе, обрадовали торгующих продолжением печатания долларов. Ну, посмотрим, как будет. Для сравнения, мартовский контракт. Вот, как видите, по 2011 уже торгуется S&P. Сегодня уже зашло 3 восьмерки. 880 тысяч оборот за торговую сессию. Причем только 11 сейчас. Уже, ну, ликвидность вполне рабочая. С понедельника спокойно переходите на мартовский контракт. А вот какая дельта по мартовскому контракту. Ну, 8 числа, так как новый контракт пока не вступит в такой этап, когда он уже более объемный, чем старый контракт. Там котировка идет привязанная фактически. То есть там тик в тик идут с декабрьским контрактом старым. Поэтому вот эти небольшие дельты на шорт еще не сигнал на то, что формируется нисходящая динамика. Будьте осторожны, не сделайте ошибок. Сегодня вполне ликвидно торгуются мартовские и всего лишь 5000 контрактов дельта на стороне селлеров. Не так уж и много. При такой сессии с 20.44 на 20.09 дельта могла быть намного больше, согласитесь. То есть фиксация вот как раз, я думаю, и отображена. Ну, открытый интерес, нет смысла смотреть. Сейчас просто идут фиксы. Это сравнение S&P с европейским индексом. Как видите, европейский индекс ушел в боковик чуть-чуть раньше. S&P еще продолжал всем портить нервы. И такой же самой динамики из-за фиксации. Теперь DAX. Идентично. Единственное, что DAX отличился от FSX и S&P вот этим вот маневром на 11.300. Сбросил всех селлеров за несколько сессий и ушел на 10.350. Здесь по DAX уровень 10.200, 10.350 в качестве поддержки. И нижний уровень уже в районе 95-97. Можем сейчас это все выделить отдельно на кластер профайле. По мелким уровням, ну, это неделя еще на декабрьском контракте. Как видите, ликвидность абсолютно слабенькая. И уже, в принципе, на автомате в программе WolfEx... Как только на фьючерсе на новом контракте объема больше, чем на старом, программа переходит автоматом на новый контракт. И у вас уже здесь должно, в принципе, стоять март-16. Вот такая вот площадка уже в районе 2016 сформировалась. Штаты открылись очень активно. Я думаю, что в среду будет неплохой торговый день. А в четверг еще могут добавить по движению. Ну, осторожнее, потому что волатильность будет... Та еще. 2013-2021 ядро пятницы. Это первый торговый день в новом контракте. Можете отчет вести прямо с 11-го числа. Официальная экспирация намного позже. Поэтому вот эти сессии в объемном анализе... Такие очень специфические. И у них есть своя изюминка. Они очень нужны. Открылись в Штаты в 120 тонн наоборот за 15 минут. Это очень активно, очень много. Так, где там MarketWatch. Да, хотел объявить еще такой анонсик. Сервис... Арбитраж. Теперь доступный в каждом пакете. Отдельно его приобретать не нужно. Поэтому те, кто недавно приобрели Wolfix, либо же не знали это, можете пользоваться арбитражным модулем, наложением графиков. То есть все инструменты, которые нужны для арбитража, у вас есть. Так, теперь класс RpFile. Есть так. Вот, собственно, основное ядро 3414 и 3450 так и не изменилось. Единственное, отметим коридорчик 3480 в качестве сопротивления на проверку. И... Сейчас уберем линии. Слишком много. Значит, по ФИС-Х еще 3110 самый такой последний уровень поддержки. Еще вот этот стоит выделить. Но это уже на следующей неделе, если туда вообще дойдут. И 3110. Также вот эти сессии. 33, 15, 14 по 3267. Тоже в качестве сопротивления. По большей части будем мониторить, как в новом контракте с этим уровнем будут работать. Будут у байеров объемы на пробитие этого уровня, либо же нет. Котировка уже ушла ниже второго по значению относительно ядра уровня. То есть 32, 2,0 и ниже. Опять же, здесь мотивация такого движения и причины – это фиксация на старом контракте. Поэтому поток ликвидности делает свое дело. Не перепутайте. Так, теперь DAX. Чуть-чуть захватим. 10, 725, 10, 980. Ядро контракта декабрьского по DAX. И второй по значению, по важности уровень – это загрузка после реверса. 99, 70, 10, 300. Ой, не 300, а 135. Будем еще мониторить его в качестве поддержки. Возможно, этот шорт завершится как раз на этом уровне. Вполне вероятно. В принципе, Девро – зона по процентной ставке будет принимать решение 21 января. И там уже, как скажут, в начале февраля будет встреча с сирийскими правителями. Я думаю, будет поставлен вопрос касаемо нефти. И, ну, если будет какая-то взаимовыгодная все-таки договоренность, то есть шансы, что нефть начнут толкать наверх. 3,195, 11,325 – тоже в качестве сопротивления. Вот этот маневр на выброс даже чуть-чуть точнее возьмем. Вот, сопротивление. Также самый важный – это 10,725, 10,980. То есть он как экватор. Если толкнуть вайеры выше 10,980, покупкам быть. Если будет жестко здесь останавливать, и у них не хватит объема толкнуть выше, значит, работа на покупку не стоит. Так, теперь индекс РТС. Сейчас, секундочку. Профиль второго таймфрейма может перекрывать просто котировку. РТС, конечно, ситуация сейчас решается прям со дня на день. Пришли на минимум контракта. Здесь как раз был разворот и реверсивный уровень поддержки на вот этой локации уже пробили и идут ниже. Значит, сейчас выделим важные уровни. Ядро объемное, самый приоритетный уровень. 87, 100 и 88, 700. Вот эта плита будет ключевой. При возобновлении восходящей динамики необходимо этот уровень байерам все-таки осилить. Потом самое свежее и второй по значению уровень. Ну, как самый свежий. Здесь достаточно объемов сформировали, но вот эти три подряд сессии на снижение я бы даже захватил отдельно 83, 700, но в качестве диапазона сопротивления. А по значимости, вот второй коридор. Здесь за весь контракт достаточно много сессий было проторговано. И маневр на 76, 440. Давайте посмотрим, где сейчас мартовский контракт. Если там еще торги есть. Я не смотрел, честно говоря, март по РТС. Да, уже что-то торгуют. И 55 тонн за сессию уже прошло. Торгуются на 75, 800. Вот, поэтому уже с понедельника можете не ждать официальный. На минимуме вполне могут набросать объемов и поддержать. В принципе, ни на мартовском, ни на декабрьском пока ниже минимум не ушли. Еще есть шансы. Плюс тут три сессии поработали достаточно плотно. И такие расторговки обычно заканчивались покупками в этом контракте. Такой же самый по сценарию. В неделе выброс идентичная ситуация. и на следующей неделе в понедельник могут уйти на покупки. Давайте посмотрим по дельте, что там происходит в новом контракте, есть ли покупки. Учитывая фиксацию на декабрьском. ну, не такая уж и аномальная здесь дельта с фиксацией, но есть. Ее в принципе можно так, ну вот пять тысяч ну 10% агрессоров на шорт. Учитывая снижение на декабрьском, на мартовском идентично будет котировка двигаться. Ну, как видите, вот тут даже 10-го числа и то была дельта на шорт. Коридор по объему 77-100-78-100 это первый массив, который можно в принципе уже учитывать в качестве ориентира. Вернуться обратно в этот коридор вполне есть шансы, что сформируют платформу и в среду в четверг как раз под важные новости на штатах могут рвануть. Баровый график можем посмотреть, но там опять же по открытому интересу идет фиксация, поэтому здесь больше сравнение движения MySex10 давайте волатильность немножко меньше поставим. Вот так себе ведет MySex10. Обратите внимание, вот как раз то, что в понедельник будет на вступительной реакции контрольный уровень минимум контракта на РТС это цель уже достигнута. По MySex10 это индекс. Вот этот контрольный уровень, который на РТС уже тестируют. А MySex10 еще нужно идти и идти до этой точки. То есть несоответствие контрольных уровней много чего может сказать и предупредить о неких дисбалансах. вот собственно Gazprom здесь также площадка контрольная осеннего квартала еще пока не пробили на Gazprom опять же точно такая же модель и вполне может сброс стопиков быть перед покупкой поэтому не отчаиваемся. Единственное, что такой же по сценарию был объект модель вот буквально предыдущая модель как раз точно так же и произошла расторговка. так как после движения этой сессии снова возобновили баланс вполне могут отрисовать снятие стопов. В общем понедельник вторник и в среду уже контрольная проверка. Поэтому те кто намерены покупать в новом контракте уже в принципе это лучше делать на новом контракте и в среду будет первое движение. А вот как выглядит по отношению к индексу РТС акция Сбербанка. Достаточно неплохо выглядит бумага и основные уровни здесь в районе сотки и до 106 105.5 107 то есть коридор обратите внимание где находится РТС и где находится по отношению к этому уровню Сбербанк. Причем не бояться нету каких-то сильных дисбалансов квартального сброса либо перед новогодними праздниками как на фондовом рынке штатов СМП. В понедельник переходите на вступительный вебинар там будет время как раз для таких вопросов и мы обсудим для СМП какой инструмент эффективный в арбитраже. Хочу предупредить что сервис арбитраж был в основном спроектирован под статистический арбитраж поэтому для микро арбитража для скальпа арбитража это просто универсальный инструмент особенно оцените окно ордеров в режиме арбитраж так давайте теперь на 15 минутам интервале этой недели посмотрим уровни пока еще идут торги на декабрьском более-менее но в принципе уже можете настраиваться на мартовский с понедельника ядро на старом контракте за неделю 78 379 350 а вот мартовского здесь в основном пятница отличилась поэтому ориентир будет в отношении к ней ну ядро 78 77 ровненько аккуратненько рубль здесь здесь конечно картина стабильная ничего не скажешь значит выделил выделил уровни я бы 66500 здесь плотно долго и практически в каждый тик очень объемно проработали до 65 этот коридор будет основным даже для мартовского контракта ориентир будет очень важный то есть если в мартовском контракте удут ниже этого коридора значит есть хорошие предпосылки для нисходящей динамики и в принципе она при таком пробитии будет я думаю хорошо восприниматься финансистами и укрепление пойдет всем на пользу так поддержка в районе 63 150 64 200 объемы еще есть и на старом контракте на новом контракте у нас проверим сейчас уже 270 тонн оборот прошел здесь первые объемчики бросили 70 800 71 300 можете взять за эту неделю в качестве ядра на мартовском контракте не путайте это мартовский контракт так здесь кто-то на маленько бросил объемчик на 68 800 и теперь спот еще значит у нас путь рубля ликвидность ну скажем так рабочая не слабая и не аномальная вот на этом движении наверх к 71 и опять же ориентиров на понедельник вторник среду это площадка 68 и 69 и 4 потом на споте за квартал 65 и 4 66 и 4 номер 1 коридор контрольный второй по значимости это 64 9 и вот сразу же 64 4 эти уровни я бы даже захватил честно говоря 64 полностью вот так вот массив выделить и самой третью по важности 62 62 и 8 63 можно аккуратненько как раз его протестировали отработали этот отработали а этот еще нет поэтому больше всего здесь объемов если будут все-таки возврат на 68 66 а это надо чтобы нефть все-таки остепенилась я думаю если она начнет разворачиваться давление со стороны байеров на ртс и селлеров на доллар рубле будет очень агрессивным могут вернуть очень быстро поэтому не пропустите не проспите этот момент очень важное событие как раз на следующей неделе будет по традиции по закономерности в новом контракте по S&P первая неделя обычно всегда какая-то важная новость не знаю почему либо они так специально сделали можете по экономическому календарю даже сверить обязательно в среду или в четверг какой-то Армагеддон либо пейрол либо фомка либо процентной ставки либо ВВП по штатам и как раз вот эта новость дает первый толчок для нового контракта если зайти на этом движении то есть правильно все расставить правильно проанализировать то как раз на недельки три могут месяц первое движение осознать то есть первый импульс плюс советую также эти уровни выделить они будут контрольные как минимум месяц на новом контракте учитывая то что специфика фьючерсных контрактов в том что в мартовские сейчас все заходят то есть там объемы формируются именно открытием позиций это такие священные уровни можно сказать то есть там нет фиксаций крупных игроков да то есть на новом контракте первые дни все заходят то есть все открывают позиции и дельта там чистая практически то есть хотел опять ставить слово священное вот то есть открытие новых сделок в новом контракте идет от всех участников поэтому там эти уровни они ключевые и в течение месяца будет один из важных диапазонов ну в общем-то я неоднократно это на Wall Street Online повторял ну вдруг кто-то первый раз сегодня посетил для тех кто первый раз либо недавно есть на Facebook группа Wall Street Online там вы можете черпнуть разную полезную информацию комментировать обсуждать делиться информацией все записи Wall Street Online также там выкладываются и 66 по 66 750 такой плотный коридор так это декабрьский ага так 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 сейчас мы посмотрим вот что интересно там уровни уже выделили вот декабрь идет остатком наверх 3,9 в общем сложность сравнения и анализа на смене контракта еще в том что старый контракт по одной цене торгуется новый контракт торгуется ниже либо выше и накладывать уровни нужно опять же относительно контрольных точек контрольных точек по цене по времени и по объему здесь же сразу же вам пример вроде бы цены разные но контрольные уровни соответствуют и там и там поэтому на них и ориентируемся в новом контракте уровни со старого контракта учитываем опять же первую неделю 2-3 пока новый контракт укрепит позиции какого-то диапазона ориентируемся на старый контракт на те уровни но опять же там цены одни были и уровни там были сформированы по тем ценам здесь уже 72 как видите новом контракте и это печально конечно но и вот еще коридор так плотно поработали на мартовском это 70 771 080 это еще не коллапс могут в понедельник вторник пути быть еще на 69 волатильность в начале контракта зачастую присутствует поэтому движения могут быть сильными так евро начнем видите на автомате уже перешла программа на март лучше здесь отключу так ну здесь сохраняется пока динамика относительно вот этого 750 тысячного оборота за сессию но объемы уже упали перешли на мартовский ключевой уровень который как раз тестирует это 10 13 10 10 60 массивность раз уровень сопротивления который мы отмечали на прошлом обзоре пробили и этот уровень тоже мы снимаем он уже не полезен для нас 0 6 и 7 по 0 6 16 можете в качестве поддержки выделить даже захватим эту сессию 0 0 этого уровня то покупатели работают отлично теперь смотрим мартовский сравниваем оборот уже 177 тысяч за день пятницу смело переходите на следующей неделе уже с понедельника на март и коридор железно удерживают 0 9 7 10 24 чувствуете разницу в цене между контрактами она есть 0 9 контрольный уровень этот массив как раз должны байер удержать чтобы сохранить дальше динамику но опять же среда четверг может планы изменить многих март на фунте тоже уже 47 тонн не так как на евро но и в принципе он менее ликвиден чем еврик так 51 40 основной массив ну там объемов немного конечно но для ориентиру в понедельник почему бы не выделить здесь 3 сессии на 51 50 51 80 простояли и объем пятницы 52 20 52 10 для декабря уровни на следующий волосит онлайн напомните затронем акции сбербанк газпром рассмотрим детально с какими уровнями интересно будет поработать 50 35 50 75 поддержка это выбросы по стопам ниже 1.5 основной контрольный уровень ядро контракта это 51 45 52 20 здесь по гистограмме видно отчетливо отчетливо я думаю даже не менее важный коридор будет 50 35 51 20 но за счет того что вот здесь разворот был в начале контракта суммарно здесь объема больше но по значимости можно захватить этот массив я думаю не хуже то есть если будут идти к 51 15 то тут внимательно на поддержку байеров будут они работать на покупку значит росту быть так все 405 54 85 и прощание вот 53 было на всякий случай возьмите в качестве сопротивления одна из крупных сессий по ликвидности на движение на бай было вот недавно и сбрасывали по стопам байеров три сессии подряд потом снова дисбаланс то есть уже два раза проявляют себя неплохо покупатели на фунте возьмите на заметку так индекс бакса поверхностного смотрим и так очень объемненько на сотке с копейками здесь поработали собственно оборот не то что аномальный он просто превышает несколько раз обычного оборота за сессию в принципе на еврике это все отобразилось в тот же час и коридор вот этот в качестве контрольного уровня обязателен обязательно обязательно платформа на покупку сформирована еще в октябре 97.47 96.81 пришли и как-то очень остановились не идут ниже поэтому если будет открыто поддерживать на этом уровне вполне может еще проболтаться между соткой 97 индекс баксом так я помню франк еще торгуют у нас вот такая ситуация по франку на новом контракте уже 1.02 по 0.15 основной диапазон на понедельник ну как видите неплохие были тенденции стабильные можно сказать то есть порядка 50% времени было динамика на шорт по франку как раз не фьючерс не из тех популярных там почище будут объемы дельта хоть он и ориентируется на еврик все равно обработка информации анализ легче значит я думаю и ядро и неплохой по значимости уровень 97.9 98.7 как раз здесь была массивность перед последней здесь уже добросили объема на разворот как раз и по индексу бакса там колебания произошли и по еврику уровень который как сопротивление уже прошли фактически тут три сессии торгуются поэтому единственное резкий возврат до единицы может испортить байером планы для проверки важно чтобы не ушли ниже единицы вот этот массив в качестве поддержки на франке должны удержать если не удержат тогда аккуратнее там ниже уже покупки могут быть с вопросом опять же оборот этой сессии так март выше торгуются ну пока терпимо ну для валютного рынка также среда четверг очень важны процентная ставка все таки как никак золото мы всегда рассматриваем либо перед нефтью либо в конце поэтому золото мы рассмотрим сейчас нефть пока немного важнее и так что у нас 40 позади здесь лучше склейку сделать и массивность 40.75 по 39.75 вот этот доллар коридор на следующей неделе будет коридор номер один то есть если возвращаются бренд на уровень и выше то могут 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 все таки начаться восходящие динамики на рынке черного золота 43 44 4 следующий уровень с которым нужно будет справиться бренду при восходящей динамике в принципе по 45 даже по 46 тут коридор очень плотный здесь плита была все ждали чудо но как видите чудо не бывает не бывает так 200 то наоборот за день это было 4 и по CL здесь же сессия в сессию идут на очень хорошей ликвидности повышенные обороты и сейчас мы выделим уровни ключевые 41 40 уровень важный на сопротивление его можно выделить так как там три сессии коварно так 36 75 36 15 я бы даже более плотно выделил 37 и 40 но можно коридор этот полностью захватить тут два массива но они все по своему важны так как там практически все сессии были на хорошей ликвидности из этого массива вышли сегодня 35 и 6 но объема немного у этого движения то есть там не зашли все мастодонты финансового рынка как раз наоборот и вчерашняя сессия и сегодня она идет на простых оборотах то есть не такие ликвидные как на этом участке поэтому еще есть шансы что это выброс стопиков поэтому возврат в этот коридор будет давать хорошей надежды и вот как себя ведет золото в этот момент надо чуть побольше фильтрацию выставить этот разворот 180 тонн 150 128 эти три сессии одни из ключевых в качестве поддержки в этом коридоре мы их сейчас выделим тот кто недавно на Wall Street Online посещаете либо в записи будете смотреть это неполный анализ торговых инструментов перед торговлей то есть поверхность осмотрим каждый фьючерс если бы рассматривать детально детально дельту в микро уровне то не хватит часа это все рассмотреть у меня на S&P только час выходит на премаркете когда готовлюсь поэтому то есть если готовится там достаточно много нужно делать сравнения и сбора данных значит 162 в этом квартале плита на сопротивление потом промежуточные до загрузки одна вторая и здесь можем взять 1087 начало плиты и по 1072 даже ниже 1067 20 бакс вот этих ядро просто квартала этого осеннего периода в принципе уже заметны я думаю вы уже заметили голова и плечи поэтому движение в сторону 62 и 1050 в принципе нежелательное то есть на понедельник вторник среду нам нужна хорошая динамика на 11 2 0 в таком случае с этой платформой можно будет даже попробовать поработать на покупки с хорошим горизонтом массив на продажу 1150 1139 и 1120 плюс-минус пару баксов это второй уровень до заправки селлеров по дельте как видите здесь не густо покупатели но и не то есть уже в начале декабря первое число перекрывали селлеров покупатели сегодня также нулевая дельта то есть это еще и шансы на восстановление роста но для всего финансового рынка среда четверг будут очень важными ключевыми днями потому что электронный трейдинг развивается и взаимосвязь инструментов настолько чуткая и быстрая что раньше в несколько дней иногда даже неделя была на то чтобы там реакция какого-то какой-то акции по отношению к каким-то событиям могла произойти как только появился телефон связь интернет электронные электронный трейдинг как раз быстро позволяет реагировать рынком и один только S&P и либо нефть может потянуть за собой половину инструментов поэтому чисто анализировать свой единственный инструмент который вы торгуете сейчас мало этого этой информации мало итак с наступающими праздниками которые ждут вот-вот скоро нас с завершением декабрьского контракта кто работал этой осенью как раз в следующей неделе можно до среды абсолютно посвятить бухгалтерии дэвид кредит и встретимся на следующую пятницу либо же в понедельник кто будет на курс стратегии идти в 19.00 всего наилучшего хороших выходных и не забудьте про следу до свидания пока